Наверное, половина это не таксисты. И все. Приходи к нам, приходи к нам. А его нет. Не знаю, что дальше делать. То есть, нет чувства удовлетворенности. Чего-то нет. Хватает. Потом, когда я начал читать книги по сетевой бизнес, мне приглашали земляки, вот такие, как в Кюнер, туда-сюда. Везде я ходил, смотрел, присматривал себя. И потом, когда меня пригласили в Крузис, я партнером в Северной Миссии. Мы партнер данной компании. Сами не знаете, слышали? Это американская компания. Пайкл Харшин, который в Божьей власти носил эту идею, как бы в душе его не воплотил. Дал нам возможность отдыхать. Дал возможность нам зарабатывать. Есть возможность бесплатно зарабатывать. Есть возможность нам отдыхать в круизах. Благодаря ему мы пришли в этот клуб. Я, например, лично пришел, причем, возможно, захотел все-таки съездить. А в Америку, в Майами, вот такая возможность. Смотрю, люди ездят. Ну, почему не съездить тоже? Идея возникла. Хотя я раньше вообще не знал, что надо ставить цели. Проказа я не знал. Столько лет прожил, я не знал. Как это? Работа. Ну, что? Ну, работаю, я такси работаю, да? Работаю. Работаешь, работаю. Ну, как? Хорошо. Например, что делаешь? Ну, отдыхай. А как ты хочешь отдыхать? Ну, хорошо. Съездил к нам, там, воровое, приехал. Вроде что-то было. Вроде отдохнуло. Да? Что хочешь? Ну, дом хочу. Ладно, купил дом. Ну, машину. Купил машину. А не знал до сих пор, что, оказывается, надо ставить цели. Что, оказывается, цели, они материально, да? Материализуются. И, оказывается, надо как-то визуализацию делать. Где-то записывают. Что это прорабатывается. Проводятся какие-то тренинги. Все это я не знал. Я когда начал читать, думаю, здесь есть какая-то спешка. И что нам не понравилось, наша компания, она, как говорит Майк Хатчис, в первую очередь, что нам дает? Она дает нам, как бы, самообразование и самопознание. То есть мы, более-менее, если мы вручаемся, то усовершенствуемся, так? А в дальнейшем, после этого, я вам уже предоставляю отдых, круизы, лайнеры, где вы также можете отдохнуть с семьей. И, опять же, вот, когда он обычно по вторникам проводит занятие, он всегда говорит, и спрашивает, как у вас здоровье, первую очередь. Он не спрашивает, сколько зарабатывает, да? Он спрашивает, как ваше здоровье, отдыхает. А отдыхаете ли вы с семьей? Вашей женщине должны отдыхать четыре раза в году. И это мы тоже потихоньку слушаем, прорабатываем, если думаем, сам ли. Как мы говорим, здесь шел с матерью на берегу, и видел эти лайнеры. Когда он их видел, хотел то ли прокатиться, то ли сесть. Матерь как-то ему сказал, да? Сынок, это не для нас. Для богат. Для богат. И это ему, оказывается, у него душа осталась. Почему? И поэтому сейчас этот отдых, он сделал, как бы, для нас. Почему? Потому что эта система МЛМ, сетевого бизнеса, он доступен для нас, простых людей. Так? Если раньше люди где-то работали на работе, в органах нас обучали, например.